Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. В результате боевой работы были спасены 18 и эвакуированы из опасных зон 562 человека. Далее о происшествиях минувшей недели подробнее. Минск чрезвычайно. Началась неделя в городе для огнеборцев достаточно спокойно. Серьезных по своим последствиям пожаров ни в понедельник, ни во вторник не зафиксировано. В среду же ночью очевидцы сообщили о пожаре на улице Стасова. Здесь загорелся частный дом. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, крыша деревянного строения горела открытым пламенем. Еще до прибытия подразделения МЧС пять человек, которые находились внутри, покинули здание самостоятельно и не пострадали. Среди них были двое подростков в 15 и 10 лет. Предполагается, что причиной пожара, который оставил жильцов без крыши над головой, стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Чтобы не стать погорельцем при эксплуатации электрооборудования, соблюдайте меры безопасности. Не допускайте перегрузки электросети. Для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов напряжения в сети, пользуйтесь сетевыми фильтрами. Перед установкой и использованием электроприборов внимательно изучайте инструкции по их эксплуатации. Не забывайте о необходимости замены старой проводки на более мощную и новую. И помните, что причиной каждого шестого пожара в Беларуси является именно нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В среду пожар произошел и в жилом доме на улице Жуковского. Вызов на пульт дежурного службы МЧС поступил в 10-м часу вечера. Звонивший сообщил о пронзительном звуке автономного пожарного извещателя, доносящемся из соседней квартиры. Прибыв на место вызова, пожарные обнаружили, что на электроплите горит еда. Виновник пожара, 45-летний приятель хозяина, потребив определенную дозу спиртного, прилег отдохнуть и уснул. Да так, что спасателям пришлось приложить немало усилий для его пробуждения. К счастью, помощь подоспела вовремя и никто не пострадал. А все благодаря сработке АПИ, установка которого на 80% снижает риск гибели на пожаре. Этот нехитрый прибор громким звуковым сигналом оповестит вас или ваших соседей, а появление задымлений сможет предотвратить беду. С начала года в республике зафиксировано уже более 47 случаев положительной сработки АПИ, в результате которых были спасены 53 жителя нашей страны, в том числе 16 детей. Минск чрезвычайный. Пятничным утром на проспекте Машерова вспыхнул автомобиль. Прибывшие на место ЧС спасатели оперативно потушили горящий форт. К счастью, водитель не пострадал. Вероятно, причиной, из-за которой владельцу придется во всяком случае пока сменить машину, стала неисправная проводка. Отмечу, что с начала года в Минске зафиксировано уже 140 загораний автомобилей. И это только те, которые попали в официальные сводки спасателей. В 70% причиной этих загораний становилось короткое замыкание. МЧС рекомендует автомобилистам чаще проверять электропроводку своих машин. Только своевременная диагностика состояния вашего автомобиля может значительно снизить риск возникновения подобных происшествий. В воскресенье около 4 часов утра столичным огнеборцам пришлось тушить загорание деревянных стеллажей в металлическом овощном торговом киоске на улице Голубка. Предположительно, причиной пожара стал поджог. Вероятнее всего, поджог неустановленным лицом стал причиной еще одного воскресного пожара во Фрунзенском районе. Днем по улице Харьковская в помещении строящегося паркинга, принадлежащего товариществу собственников, произошло загорание строительных материалов. К счастью, пожар оперативно ликвидировали и никто не пострадал. Минск чрезвычайный. И еще об одном воскресном происшествии. На улице Уборевича. Около полудня в службу спасения за помощью обратились родители 10-летней девочки. Рука, которая предательски застряла между секциями батареи. Попытки освободить ее оказались тщетны. Отмечу, что отопление в квартирах Минска все еще не отключили. И пока спасатели были в пути, девочка могла получить ожог. К счастью, все обошлось. Оперативно прибывшим работникам МЧС не понадобилось использовать специнструмент. Спасательные работы удалось провести без подпиливания радиатора. Обильно полив руку девочки и батарею растительным маслом, спасатель аккуратно извлек ее. Медицинской помощи ребенок не нуждалось. А у меня о происшествиях на сегодня все. Берегите себя и своих близких. До встречи в следующий вторник. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.